Здравствуйте! В эфире «Экспертная оценка». Продолжим тему домостроения и на этот раз узнаем об особенностях каменных домов. Разберемся, из чего строить теплее, практичнее и дешевле – из кирпича, газобетона или керамических блоков. В Твери возведением каменных домов официально занимается порядка 30 компаний, но все они находятся в разных районах города и даже за городом. Однако на территории ритейл-парка «Тверь» у торгового комплекса «Тандем» открылась площадка дома и дачи. Здесь в реальном размере представлены деревянные дома, а сейчас начинают возводить и каменные. Поэтому мы приехали в «Тандем», чтобы узнать у застройщиков о нюансах каменного домостроения. Основные преимущества домов из камня перед деревянными – быстрое возведение и пожаробезопасность. Но многое зависит от выбора стройматериала. Следует выделить сейчас три основных материала каменного домостроения. Первый – это самый классический, традиционный силикатный кирпич. Второй – это керамические блоки. И третий – газобетонные блоки. Силикатный кирпич сейчас все меньше и меньше применяется. То есть он холодный, он тяжелый. Керамические блоки хорошего качества, довольно дорогой материал, довольно хрупкий материал, но достойный. Здесь я ничего не скажу. Материал хороший, теплый. Третий – один из самых древних строительных материалов – газобетон. Правда, фабричное производство блоков с газобетона стартовало с начала прошлого века. Внешне они выглядят менее привлекательно, чем керамоблоки, но зато отлично держат тепло и сохраняют комфортный микроклимат. Газобетонные стены толщиной от 30 до 40 сантиметров в один слой обладают такими же характеристиками, как и многослойные из кирпича или керамоблоков. Достаточно толщины стены 375 миллиметров и не требуется никакого утепления. Из-за того, что стена получается не такая толстая, как при строительстве, предположим, из традиционного кирпича. Это экономия, меньшая кубатура материала. Иногда встает вопрос об их долговечности. Здесь очень часто приводят пример. Есть такой у нас город Переславль-Залеский. Там стоит Спасо-Преображенский собор, который был заложен в 1152 году. И материал стен – известняк, а газобетон – это и есть известняк. Просто с определенными добавками, с увеличенной прочностью. В данном случае вопросы о долговечности должны отпасть. От правильно выбранного и качественного материала зависит комфорт проживания и уровень энергосбережения в доме. Но даже самый хороший материал можно испортить, если допустить отклонения от технологии. Поэтому здесь не менее важен выбор опытных строителей. На чем мы в итоге остановили свой выбор и из чего складывается стоимость квадратного метра каменного дома, смотрите в следующем выпуске.